Это экстренный вызов телеканалу ОТС. У нашей программы есть ограничения по возрасту, так что уберите от экранов детей, мы начинаем. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Он мне, короче, прекратил. У меня тоже будет плохо. 28 лет на двоих и все из-за женщины. Как собутыльники устранили соперника и чем это закончилось? Признала свою вину и вернула в кассу миллион 900 тысяч рублей. Деньги вернула и оделась условным сроком, но не тут-то было. Прокуроры настаивают на более суровом наказании для расхитительницы казны Почты России. Дед Мороз никому ничего не должен. В этом убедились судебные приставы, а также о том, как вовсе не стоило отмечать Рождество. И начинаем выпуск с огненного ЧП. Третий раз горит один и тот же частный дом в Бердске. Причем происходит это с завидной регулярностью. Накануне возгорания едва не закончилась трагедией. На месте происшествия работал наш коллега Сергей Болдырев. Такую картину поздно вечером наблюдала сама хозяйка строения, когда вернулась домой. Внутри находился ее супруг. Он выбрался из горящего здания. Бороться с огнем прибыли пожарные, но с каждой секундой пламя расходилось с новой силой. Дополнительную угрозу создавал этот фактор, что частный сектор газифицирован. А вот за другое фаер-шоу уже приговорили двух рецидивистов. В ноябре 2013-го собутыльники жестоко расправились с соперником и все из-за женщины. Дело было в селе Морозово из Китимского района. Напрасно таксист решил взглянуть на могилу легендарного фронтовика. Наталья говорит, что до сих пор сидит на успокоительных. Накануне трагедии она познакомилась с приятным мужчиной и рассказала собеседнику о своем отце, известном в Морозово фронтовике, хорошем семьянине. Все это было за столом. 53-летний знакомый решил проведать усопшего батюшку. Кандауров решил съездить к нему на кладбище и познакомиться, посфотографироваться. И решил меня подвезти. Взяли с собой закуски, выпивки. Всех лишних из дома выгнали. Там находился Гусь, Спиртков, ну и еще люди. Но этим не понравилось Гусью и Спиртковой. Когда Кандауров и Наталья вернулись в кладбище, Владимир Спиртков и Вадим Гусь опять наведались в гости, только уже не с благими намерениями. Хозяйку они выставили из дома, а ее нового знакомого взяли в плен и долго сбивали. А потом подожгли жилища. Он мне, короче, пригрозил. У меня тоже будет плохо. То есть мне пришлось слушаться. Оставить на пожог свой дом. Рецидивист Владимир Спиртков помогал Наталье по хозяйству. О его судимости она знала, но даже не думала, что он способен на такое. Напарников очень быстро задержали. За убийство группы лиц и Спиртков и Вадим Гусь получили по 14 лет тюрьмы. Только первый отправится в колонию особого режима, а второй строгого. Ну и возлюбленную субботыльники теперь увидят не скоро. Аиски-Тимские наркополицейские прикрыли семейный бизнес братьев-закладочников из Бердска. Два кровных родственника сбывали синтетику в родном, в соседнем районе. Однако очередная партия зелья до конечного потребителя так и не дошла. Криминальный дуэт повязали с поличным по месту жительства. Братья-наркоторговцы 39 и 36 лет от роду были задержаны прямо у собственного дома в городе Бердске. Они делили общую крышу над головой и совместно занимались криминальным бизнесом. Запрещенное зелье хранили по месту жительства, а вот сбывали его в соседнем эскитиме с помощью тайников-закладок. Наркополицейские изъяли у ближайших родственников около сотни разовых доз синтетической дури, а также другие непременные атрибуты современных драгдилеров. Упаковочные материалы, мобильные телефоны и компьютер. Как выяснилось, оба братца ранее уже имели проблемы с законом. Старший был судим за ту же наркоту, а младший за убийство, совершенное при превышении пределов допустимой самообороны. В скором времени им придется, видимо, вновь предстать перед Фемидой. В настоящий момент в отношении семейного подряда возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт наркотических веществ группой лиц в крупном размере. А это значит, что фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы. Кризис загнал в петлю. Директор частного детского сада повесилась прямо на рабочем месте. Не справившись с финансовыми обязательствами, женщина решилась на отчаянный шаг. Трагедия произошла после новогодних праздников. В частном детском садике «Спорткит» воспитанников значительно поубавилось. А вот за аренду помещения нужно было платить несколько десятков тысяч рублей. Тело 38-летней бизнес-леди обнаружили сотрудники детского образовательного учреждения. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Но это уже формальности. Понятно, что на отчаянный шаг предпринимательница пошла сама. Детский сад теперь закрыт и для нескольких ребят, которые посещали занятия ранее. Сотрудница Почты России в определенный момент решила не жить на одну зарплату. Используя служебное положение путем финансовых махинаций, женщина смогла заработать более 8 миллионов рублей. В итоге эти незаконные доходы привели бывшего бухгалтера на скамью подсудимых. И сначала она отделалась легким испугом в виде условного срока. Но сейчас история получила продолжение. Причем далеко не самое приятное для осужденной мошенницы. Деньги со счетов Почты России утекали постепенно. В конечном итоге набежала весьма приличная сумма в 8 с лишним миллионов рублей. Как выяснилось, обворовывала казенное учреждение своя же сотрудница. Имея доступ к финансовой документации и занимая должность бухгалтера, предприимчивая дама разработала схему, по которой принадлежащие организации средства переводились на ее личные счета. Причем злоумышленница действовала хитро, оперируя небольшими суммами и огромным количеством платежных поручений. Ее начальство попросту не могло что-либо разобрать в этом круговороте. Полученные средства периодически тратились на маленькие радости жизни – автомобили, шубу и отдых за рубежом. Однако в определенный момент везение кончилось, и бурной деятельностью нечистой на руку финансистки заинтересовались спецслужбы. Следственным отделом управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по статье 159 за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Также стоит добавить, что в содеянном жительница Новосибирской области уже призналась, раскаялась, признала свою вину и вернула в кассу 1,9 млн рублей. Это раскаяние впоследствии сыграло на руку обвиняемой. В итоге даже представитель Почты России настаивал на снисхождении к ней. Приговором Железнодорожного районного суда, повинившейся в грехах махинаторши, было назначено условное наказание сроком на 4 года. Однако этот счастливый конец сейчас оказался под вопросом, так как сторона обвинения обжаловала решение Фемиды. Прокуратура направила в областной суд представление о назначении экс-бухгалтерши реального наказания. Леонид Лишенко, экстренный вызов. А на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова пешеход попал под колесом многотонного пассажирского автобуса. Как это произошло, сейчас выясняют дознаватели. На видеозаписи с регистратора не видно, кто на какой сигнал светофора начал движение. Но если водитель общественного транспорта виновен, его наверняка привлекут к ответственности. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот виновника другого ДТП к ответственности уже привлекли. Сбивший пешехода, пьяный и лихач на УАЗике совсем скоро предстанет перед судом. Сама гонка с трагическими последствиями произошла в июне прошлого года на улице Фрунзе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23-летнюю девушку сразу после аварии пытались привести в чувство очевидцы, но тщетно. У нее остановилось сердце. А вот лихач на УАЗике попытался скрыться с места ДТП. Его остановили уже на улице Кошурникова. И причина побега стала понятна. Это алкогольное опьянение. А вот как выглядел сам смертельный заезд на УАЗе. 53-летнего лихача не остановил даже красный сигнал светофора. Да и позже он не притормозил. Сейчас нетрезвый водитель вину свою признал и уже дал показания. В ближайшее время его судьбу решит суд. Грозит алкогольщику до 7 лет тюрьмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной памятник Ленину на этот раз из Первомайского района подвергся атаке вандалов. Впрочем, креативный подход уже оценили сотрудники полиции. Так что не за горами громкие задержания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трусы и очки у Ленина с улицы Аксенова появились в прошлые выходные. В этом сквере коммунисты традиционно проводят субботники, приуроченные ко дню рождения вождя. Так что очередные художества не остались незамеченными. Сразу же к делу подключились сотрудники полиции. И сейчас проводится доследственная проверка. Памятник Ленину отмыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рождественская ночь закончилась для жителя Куйбышева пропажей нескольких тысяч рублей. А все потому, что хозяин денег решил отметить праздник в компании малознакомого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Случайная встреча двух жаждущих от праздника. Христианский праздник мужчин состоялась на улице, где и проживал потерпевший. Общий язык нашли быстро, кратая время за распитием спиртных напитков. Когда хозяин, изрядно приняв, на грудь уснул, злоумышленник тут же покинул гостеприимный дом, прихватив с собой 11 тысяч чужих рублей. Пропажу денег хозяин обнаружил на следующее утро и сразу отправился в полицию. Гражданин 75-го года рождения, ранее неоднократно судимый уже. Данный гражданин был задержан. Фигурант дал признательные показания, однако уже похищенные деньги он потратил. Уголовное дело возбудили по статье кража. Грозит злодею до пяти лет лишения свободы. Но оставшийся без денег мужчина теперь будет более осмотрителен в выборе приятелей. Оксана Тимошенко, Надежда Чернова, Андрей Лебедев и экстренный вызов. И еще немного о праздниках. Сегодня ведь отмечают Старый Новый год. Миссия Деда Мороза закончена, и он нашел время заглянуть к судебным приставам. А те убедились, долгов у сказочного персонажа нет. Здравствуй, дочь. Серое дежурство судебных приставов в крупном торговом центре скрасило чудо. Среди привычных обывателей попался необычный клиент. Проверить на наличие долгов свою персону попросил сам Дед Мороз, чем чрезвычайно развеселил девушку-исполнителя. Без волшебства не обошлось. У вас нет никаких долгов. Счастливый и свободный от долговых обязательств Дед Мороз удалился. Теперь, наверное, до следующего Нового года. А у судебных приставов, как всегда, появилась свежая идея. Мы, конечно, хотели, чтобы он каждому подарку прикладывал нашу агитку. Наверное, это не совсем праздничный будет. Хотя и очень эффективно. Рекомендую и вам попрощаться с долгами. А если у вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. На сегодня все. Увидимся завтра на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова